Деяния святых апостолов, глава 3. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, посмотревшись в него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силу или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии. Вы, сыны пророков, и завета, которые завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Послание к евреям, глава 5. Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхаседека. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхаседека, о сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Книга пророка Исаии, глава 43. Третья. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Яков, и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя? Ибо я Господь Бог твой, святый Израилев, спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правда. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я, Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший клесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Пылевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонные трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззаконними твоими отягощал меня. Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Припомни мне, встанем судиться, говори ты, чтобы оправдаться. Про отец твой согрешил, и ходатые твои отступили от меня. Зато я предстоятели святилища лишил священства. И Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание. Книга премудрости Иисуса сына Серахова, глава одиннадцатая. Мудрость смиренного вознесет голову его и посадит его среди вельмож. Не хвали человека за красоту его и не имей отвращения к человеку за наружность его. Мала пчела между летающими, но плод ее лучший из сластей. Не хвались пышностью одежд, и не превозносись в день славы, ибо дивны дела Господа, и сокровенны дела его между людьми. Многие из властелинов сидели на земле, тот же, о ком не думали, носил венец. Многие из сильных подверглись крайнему бесчестию, и славные преданы были в руки других. Прежде нежели исследуешь, не порицай. Узнай прежде, и тогда упрекай. Прежде нежели выслушаешь, не отвечай, и среди речи не перебивай. Не спорь о деле для тебя ненужном, и не сиди на суде грешников. Сын мой, не берись за множество дел, при множестве дел не останешься без вины. Если будешь гнаться за ними, не достигнешь, и убегая не уйдешь. Иной трудится, напрягает силы, поспешает, и тем более отстает. Иной вял, нуждается в помощи, слабосилен и изобилует нищетою. Но очи Господа презрели на него во благо ему, и он восставил его из унижения его, и вознес голову его, и многие изумлялись, смотря на него. Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство от Господа. Даяние Господа предоставлено благочестивым, и благоволение его будет благопоспешно для них вовек. Иной делается богатым от осмотрительности и бережливости своей, и это часть награды его. Когда он скажет, я нашел покой, и теперь наслаждаюсь моими благами. И не знает он, сколько пройдет времени до того, когда он оставит их другим и умрет. Твердо стой в завете твоем, и пребывай в нем, и состарься в деле твоем. Не удивляйся делам грешника, веруй Господу и пребывай в труде твоем. Ибо легко в очах Господа скоро и внезапно обогатить бедного. Благословение Господа – награда благочестивого, и в скором времени процветает он благословением его. Не говори, что мне еще нужно, и какие отныне могу иметь еще благо. Не говори, довольна у меня, и какое отныне могу я потерпеть зло. В одни счастья бывает забвение о несчастье, и в одни несчастья не вспомнится о счастье. Легко для Господа в день смерти воздать человеку по делам его. Минутное страдание производит забвение у тех, и при кончине человека открываются дела его. Прежде смерти не называй никого блаженным, человек познается в детях своих. Не всякого человека веди в дом, ибо много козней у коварного. Как охотничья птица в западне, таково сердце надменного. Он, как лазутчик, подсматривает падение. Превращая добро во зло, он строит козни и на людей избранных кладет пятно. От искры огня умножаются угли, и человек грешный строит козни на кровь. Остерегайся, злодея, ибо он строит зло, чтобы он когда-нибудь не положил на тебе пятна навек. Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для твоих.